привет привет всем кто зашел на мой канал сегодня я расскажу вам о необычных настойках домашнего приготовления желаю всем приятного просмотра джин на мятных леденцах для приготовления 4 порции нужно 500 миллилитров джина 200 грамм мятных леденцов без начинки 1 лимон как приготовить сложите леденце в стеклянную бутылку влейте джин и перемешайте до полного растворения конфет вымойте лимон горячей воде жесткой щеткой ножом для очистки овощей снимите тонкий слой цедры и добавьте бутылку с настойкой герметично упакуйте бутылку оставьте на 2 часа при комнатной температуре в темном месте просидите настойку через двойной слой марли перелейте в чистую бутылку уберите в холодильник на 1 час для стабилизации вкуса и подавайте охлажденным черничная настойка на водке с красным перцем черничная настойка на водке с красным перцем рецепт крепкого напитка домашнего приготовления в его основе водка от ее качества будет зависеть вкус настойки так что выбирайте максимально качественный продукт и обязательно соблюдайте технологию приготовления не забывайте регулярно встряхивать бутылку не сокращайте срок настаивания и не забудьте подержать бутылки сутки в холодильнике. Жгучесть перца чили в напитке смягчит сок черники. Для приготовления вам нужно 500 мл водки, 400 г черники, можно замороженной, 1 красный перец чили. Как приготовить? Переберите чернику. Ягоды должны быть не поврежденными, иначе напиток станет мутным. Сложите чернику в стеклянную банку, добавьте целый стручок перца и влейте водку. Герметично упакуйте банку и наставите в темном месте при комнатной температуре в течение 14 дней. Раз в 3 дня встряхивайте настойку. Процедите напиток через частое сито или двойной слой марли и перелейте в бутылку. Плотно закройте пробкой и уберите на сутки в холодильник. Парадинская настойка на водке. Парадинская настойка на водке напоминает, что эти напитки порой делают на самых удивительных продуктах. Хранить эту настойку долго нельзя, всего около 3 месяцев, иначе она потеряет хлебный запах. Хороший повод пригласить гостей и устроить душевную дегустацию. Для приготовления вам понадобится 500 мл водки, 50 г парадинского хлеба, 1 ч.л. семян тмина, 1 ч.л. семян кориандра, 1 ст.л. меда. Как приготовить? Разогрейте духовку до 160 градусов Цельсия. Противнице стелите бумагой для выпечки. Нарежьте бородинский хлеб кубиками, разложите на противне и сушите в центре духовки в течение 20-25 минут. Сложите сухарики в банку, добавьте тмины, кориандр и влейте водку. Аккуратно перемешайте к герметичной погоде. Настаивайте напиток в темном месте при комнатной температуре в течение 5 дней. Аккуратно процедите настойку через двойной слой марли в чистую бутылку. Сухарики не отжимайте, иначе напиток станет мутным. Размешайте в настойке меда и уберите на 3 дня в холодильник. Аккуратно слейте настойку с осадка, чистую бутылку, герметично упакуйте и храните в холодильнике. Морковная настойка на водке с семенами укропа. Для приготовления 4 порции нужно 500 мл водки, 4 средние моркови, 1,2 ч.л. семян укропа и 1 ч.л. меда. Оригинальная настойка на моркови станет отличным вариантом домашнего алкоголя для смейных застолий, подмясные и овощные закуски, квашеную капусту и соленые огурчики. Рецепт ее приготовления прост. Натертую морковь подсушите в духовке, добавьте семена укропа, мед и залейте смесь водкой. Настойку держите в темном месте примерно 7-10 дней. За это время она приобретет красивый янтарный оттенок. Затем процедите настойную морковную смесь через марлю в чистую емкость и храните напиток в холодильнике. Если в процессе хранения настойка помутнеет, процедите ее еще раз через более плотную ткань или ситочку. Арахисовая настойка на ромбе с карамелью. Если вы любите необычный алкоголь и арахис, обратите внимание на этот рецепт арахисового ликера. Для приготовления 4 порции нужно 500 мл светлого рома, 200 г очищенного арахиса, 120 г сахара, 1 ст. л. меда, 1 ч. л. ванильного сахара, 1 ч. л. лимонной цедры, 1 ч. л. корицы. Как приготовить? Обжарьте арахис на сухой сковороде до золотистого цвета 7 минут. Переложите в стакан погружным плентером и измельчите. Пересыпьте в банк, лейте ром герметично, укупорьте и берите в темное место. Настаивайте при комнатной температуре в течение 30 дней. Раз 4-5 дней стряхивайте банку. Влейте в сотейник 100 мл воды, добавьте обычный ванильный сахар, корицу и цедру и доведите на сильном огне до кипения. Умешивайте нагрев и готовьте 5 минут, помешивая. Снимите с огня, добавьте мед и перемешивайте. Остудите до комнатной температуры, влейте карамель в банку с настойкой и оставьте еще на 7 дней. Раз в сутки энергично стряхивайте. Просудите настойку через двойной слой марли в чистую бутылку. Укупорьте и уберите в холодильник на 3 дня для стабилизации вкуса. Настойка виски на ирисках. Настойка виски на ирисках на самом деле больше похожа на ликер. Подобное десертное спиртное с ирисковым вкусом производит пара иностранных алкогольных брендов. Хранить сливочную настойку нужно в холодильнике. Для приготовления 4 порций нужно 500 мл виски, 200 г коричневого сахара, 30 г сливочного масла, щепотка морской соли. Как приготовить? В сотейник с толстым днем всыпьте сахар, добавьте сливочное масло и соль и нагревайте на медленном огне, постоянно перемешивая до полного растворения сахара. Положите на рабочую поверхность лист бумаги для выпечки, вылейте на него горячую массу и остудите 20-30 минут. Затвердевшие ириски как можно мельче разбейте скалкой или кухонным молотком, кусочки сложите в стеклянную банку, залейте виски, перемешайте и герметично упакуйте. Оставьте настаиваться в темном месте при комнатной температуре, 2 раза в день стряхивайте банку, примерно через 2 дня ириски должны раствориться. Процедите настойку через двойной слой марли в чистую банку, плотно закройте и уберите на сутки в холодильник. На поверхности настойки может образоваться тонкий слой масла, его нужно аккуратно удалить ложкой или ситечком. Верните на стойку бутылку, муку борьте и храните в холодильнике. Дорогие друзья, это был канал Я Хочу Все Знать. Надеюсь вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписываться, оставлять комментарии и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok